Сегодня будет служить Кей Байер. Она очень интересная женщина. Ей 82 года, но она огонь! Она живая, она несет радость. И то, что мне нравится в ее служении, присутствует плод Святого Духа. Знаете, есть много людей, которые просто совершают чудеса. И мы иногда думаем, от Бога или не от Бога эти чудеса. Это нормально, что мы пытаемся разобраться в этом. Это нормально, потому что много есть и подделок. Но всегда там, где присутствует плод Святого Духа, это для нас подтверждение, что чудеса, которые являют через человека Бог, истинные. И вот в ее служении есть плод Святого Духа. В ее служении... И если вы на нее посмотрите, у нее есть праведность. Это праведный человек, который столько лет, она объездила больше 90 стран мира служением своим мужем. Это генералы Божьи. И Бог много дверей для них открыл, чтобы она делилась тем, что у нее есть, потому что это очень ценно. И то, что мы будем слышать, это очень ценно. Так вот, праведность, мир, радость присутствуют в ее служении. Аллилуйя! Потому что она огонь, она живая. В ее служении она вам покажет. Бог дал большой камень, небесный камень, красивый. Бог через нее, ее мужа, вот ее муж уже с Господом, являл манну, которую Израиль вкушал в пустыне. И разные явления, проявления золота. Но самое главное, что она высвобождает атмосферу. Божью атмосферу. И пусть эта атмосфера в нашей жизни проявляется. И она сама расскажет больше о себе, то, что посчитает нужной, представит друзей, представит, кто с ней в этой поездке. Она впервые на Украине. Давайте поприветствуем ее. И добро пожаловать! Добро пожаловать! Халлилуйя! Халлилуйя! Давайте поаплодируем Иисусу очень сильно! Халлилуйя! Халлилуйя! Я очень счастлива быть здесь сегодня. Это мой первый раз в Украине. И мне очень нравятся эти люди. Мне очень нравитесь вы. И я явно чувствую здесь присутствие Господа и радость Божья. Бог так благ! И я хочу поблагодарить пастора и его жену за то, что вы меня пригласили сюда. Даже, по сути, не будучи со мной знакомыми. Со мной здесь приехали еще два моих друга. Это пастор из Армении. Когда я была в Дубае около года назад, там есть очень много филиппинцев. И каждые три месяца мне нужно было выезжать из страны для того, чтобы обновить мою визу. И нужно было ездить в Армению. И вот таким образом я познакомилась с пастором. Моя друг, она сказала, в следующий раз, когда ты будешь там в Армении, я отвезу тебя, чтобы ты встретилась с этим пастором. И поэтому в прошлом октябре я была там, и я встретилась с ним. И это было потрясающе. У нас было прекрасное время. И я помню, когда мы ехали из аэропорта на обед. И он у меня спрашивал, в каких странах я бывала. И спрашивал, в каких странах я еще не побывала. И я рассказала, что я еще не бывала в Грузии, в Украине, не бывала еще в одной стране. И он сказал, так не вопрос, можем сделать это. И он сказал, возвращайтесь, и мы это организуем для вас. И я хочу, чтобы он сказал несколько слов. Он очень драгоценный брат. Спасибо, но на русском не могу так четко говорить, потому что на английском и будет перевод. Очень приятно быть здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 My name is Artem. As you know already. Say it again, just for a minute to make a mistake. What is your name? А, Artem. Ага. Итак, меня зовут пастор Артем. Our church is in Armenia and it was planted from Singapore. Наша церковь, она в Армении, но она как произошла из Сингапура. Она была насажена из Сингапура. Our church is called Victory Family Church or Victory Family Center in Singapore. Наша церковь называется Победная семья. So, it is called the biggest mission church in the world. И она носит звание самой большой миссионерской церкви в мире. More than 15,000 churches were planted. Мы насадили более 50,000 церквей. И группы, они молятся постоянно о том, чтобы выезжать в другие страны на миссию. И вот, когда мы молились, когда очередной раз была молитва, Богом была показана Армения. И когда, то есть, эта группа, они молились, они переглянулись, посмотрели друг на друга, потому что они даже не знали, где Армения находится. И они посмотрели на карту, не могли на карте найти эту Армению. Потом они загуглили. И они посмотрели, увидели в гугле, что это была первая страна, которая приняла Иисуса. Первая страна, которая приняла Иисуса в мире. И поэтому они поехали. Шесть человек отправились туда, и два человека остались там до того момента, пока церковь была открыта. Если у меня будет время, я потом еще расскажу свое свидетельство о том, как я пришел ко Христу. В нескольких минутах. Итак, когда производилась эта работа, происходила перестройка, реконструкция. И я на тот момент не знал английского, и поэтому я обратился к тем людям, которые там были, чтобы они мне дали учебники, и я начал изучать английский. И я занимался этим, я пытался усовершенствоваться в этом, потом я нашел еще одну книгу после того, как он уже уехал. И знаете, у нас в Армении евангельские церкви, они как секты, то есть они не общеприняты для народа. И в свое время, когда я искал, в какую бы церковь мне пойти, евангельская церковь особо не приходила мне на ум. Я хотел пойти в то время в какую-то церковь, но не знал, куда мне пойти. И я помню, как один раз я шел домой с работы, и я встретила одну девочку или девушку, которая открыла свой рюкзак и достала оттуда книгу и читала ее. Эта книга назвалась «Насущный хлеб». И когда я увидел эту книгу, которая называлась «Насущный хлеб», и она читала эту книгу, это была та книга, которую я также давно уже искал и не мог найти. И я хотел у нее спросить, где же она взяла эту книгу? Но в Армении, если ты просто вот так вот пристанешь к незнакомой девушке, тебя могут совсем неправильно понять. И поэтому первое, что я сказал, это «Вот, у меня есть кольцо». А потом уши сказал, «Расскажи, пожалуйста, откуда ты достала эту книгу». И она сказала, «Мой друг дал мне эту книгу». А где твой друг? Что это за друг? И она сказала, «Мой друг из Филиппин». И я попросил познакомить меня с этим другом, для того, чтобы я мог усовершенствовать свой английский. И она сказала, «Он сейчас не здесь, но здесь есть люди из Сингапура, я могу вас познакомить с ними». Я сказала, «Хорошо, возьмите мой номер, позвоните мне». Она взяла мой номер, но она мне не позвонила. И спустя две недели вообще в другом месте на автобусной остановке в совершенно другой части города я встретил ее случайно. И я сказала, «Ты же обещала мне». Она сказала, «Хорошо, хорошо». И поэтому на следующей неделе, в воскресенье, она познакомила меня, представила меня миссионером из Сингапура. И вот что я хочу сказать, как интересно, что через какую-то маленькую книгу Бог привел меня в свой дом. И сейчас я служу Ему. И еще одна вещь, которую я хочу сказать, когда я приехал сюда, я не почувствовал себя гостем. Потому что в своем доме ты не чувствуешь себя гостем. ты чувствуешь себя своим. Спасибо вам большое. И также я привезла мою хорошую знакомую доктора из Англии. из Англии. И я встретила ее в Израиле. Она прожила там 16 лет, и она является очень уважаемым большим доктором в одной большой больнице. Хотите сказать несколько слов? Я просто хочу сказать, что так прекрасно быть вместе там, где Бог является самой важной личностью, самой высшей личностью. Я встретила сестру Кэй в Канаде. И я была очень благословена тем, что была знакома с ней и с ее мужем, который сейчас уже с Господом. И я помню, что однажды, когда мы вместе поклонялись в Израиле, и мы во время поклонения танцевали прямо точно так же, как вы сегодня танцевали. и вдруг внезапно атмосфера изменилась. И ее муж стоял с поднятыми руками, и внезапно манна образовалась в его руках. И я помню, что сестра Кэй она упала. И она, когда падала, повредила свое запястье. Но прямо во время этого падения она же получила исцеление и потом засвидетельствовала, что мгновенно исцелилась. И знаете, это было так невероятно, я вот размышляла о том, как что-то вот прямо с небес пришло к нам. И когда мы пели сегодня, насколько благ Господь, я подтверждаю это, то есть это правда истина, что он настолько благ, что хочет постоянно давать нам благое, благие дары. Я бы хотела, могла бы рассказать о себе, но я не хочу много говорить о себе, потому что я такая же, как вы. Я была потеряна, но он нашел меня, для того, чтобы я могла помочь другим найти его. И единственное, вот что я хочу сказать, это, помните ту историю, когда Иисус подошел к, не подошел, а встретился с самаритянской женщиной, и он попросил у нее попить. Он был уставшим, он попросил у нее попить. И я чувствовал, что сегодня, как Господь во время поклонения, что Бог производит это освежение. Потому что вы напоили его тем, что проистекает из ваших сердец. И я почувствовала, я ощущала, как Бог нашел место покоя среди вас. Потому что вы так счастливы, вы так восторгаетесь его благостью. Поэтому продолжайте возвышать его имя. Пусть ему звучит хвала, и пусть на нем молкает. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо за то, что вы позволили нам быть частью этой семьи. Аминь. Аллилуйя. Praise the Lord. Аллилуйя. Я хочу начать с того, что я прочитаю несколько стихов из Библии. Это Даниила, 3 глава, 32-33 стихи. Все, я читаю это, да, на русском. И вот, что здесь написано. Я хочу рассказать о том, что сотворил для меня Господь. Какое величие в Его знамениях и какая сила в Его чудесах. Царство Его, Вечное Царство и Владычество Его из рода в род. Бог обещает и говорит, что Он будет являть нам большие чудеса, знамения. И некоторые чудеса и знамения, они нас даже изумлят, изумят. И знаете, иногда мы даже совершенно не можем разобраться, как происходят эти чудеса, но они просто происходят. И в Писании говорится, что земля, она наполнена познанием славы Божьей. Знаете, я много слышала о славе Божьей с момента своего спасения. Но Иисус говорит, что теперь настало время познания этой славы. Помните эту историю, когда Иисус превратил воду в вино? В последнем стихе, в той истории, написано, что Иисус совершил это для того, чтобы явить свою славу. и многие поверили. И поэтому Его слава, она подтверждает, свидетельствует о Его присутствии. И когда я зашла в это место, я почувствовала Его присутствие здесь. И говорится, что Его слава, она проявляется в чудесах, знамениях. церковь, она так много слышала слова о славе, но часто, во многих случаях, церковь до сих пор не видела проявления, демонстрации Его славы. И когда люди начинают это видеть, они переживают, они по-настоящему вкушают эту благость Божью, о которой они слышали. Люди, они жаждают чего-то настоящего. У них есть много чего, много хороших вещей, но они так желают этого настоящего, реального, чтобы узнать и пережить этого реального Иисуса. За три месяца до того, как мой муж ушел к Господу, мы были в Идохе, Идохе, the state Идохе in the United States, you know, Идохе, don't you? Well, we were in the United States with my husband. I just don't know where I was. I just don't know where I was. I just don't know where I was. But anyway, this man, but anyway, this man, he was just an ordinary man, he was just an ordinary man, just like you and me, he worked at a factory job and he just lived in a small little house and one day he came home from work and he just had a little piece of grass just before he went up and stepped into his house and he just had a little piece of grass and he just had a little piece of grass and there he saw this big gemstone and there he saw I think it was red the first one I think it was red the first one and later on another day he came home from work and an angel stood there and actually handed him one that would kind of get you a little freaked out, wouldn't it? So he started having these happen and he had red color, purple, lavender, diamond, diamond, diamond color, and he had red color, and he had red color, and he was prophesied after he had seven of them, that watched for when the green stone falls because they said then there will be a shift in the atmosphere for the supernatural So we had ministered in the church there that morning and in the afternoon we were driving around and I said, well, let's go out to his place and see what's going on So we called them, they said, oh, come out right away and they said, a lot of the leadership was out there and they said, well, welcome to the church and they said, they just saw a flash of light and a diamond colored one just fell in front of a couple and they said, well, what, буквально несколько минут тому назад они увидели в комнате молнию и очередной камень с небес появился и поэтому мы поехали туда и я вышла из машины и я сразу начала осматриваться вокруг смотрела очень пристально на траву и прямо передо мной упал, появился зеленый камень вот она говорит, что это ее любимый цвет и у меня это тоже мой любимый цвет и знаете, когда он падает прямо перед твоими глазами то, знаете, вы не думаете о том ой, ну не знаю, может это от дьявола поверьте, я вот в тот момент точно так не думала то есть он настолько, он был настолько сияющим то есть он появился прямо с небес а, ну как вы догадываетесь он то есть не упал в виде кольца он был просто в виде камня и моя подруга из Гонконга потом поместила его в оправу и сделала мне это кольцо для того, чтобы я могла проповедовать а вы могли видеть, как блестит сияет слава Божья и мы относили этот камень к двум гемологам людей-специалистам по камням и оба эти человека сказали одно и то же они сказали, что это нечто экстраординарное естественно, оно ведь пришлось в небес и один из этих людей спросил откуда я взяла этот камень и я сказала один мой очень драгоценный друг дал мне этот камень но что они нам точно сказали что этот камень в 50 карат знаете, как написано что пусть на земле будет так, как на небе знаете, на небесах там очень много драгоценных камней поэтому для Иисуса вообще ничего не стоит взять и сбросить на землю несколько таких небольших благословений и знаете, что я чувствую что я наблюдаю что чем больше мы об этом говорим чем больше мы этим восхищаемся тем больше это начинает происходить Бог так благ и я не росла в атмосфере в которой я бы верила в чудеса мой папа был лютеранским пастором кто-то из вас является лютеранином или был лютеранином в прошлом вот там есть один человек в любом случае я ходила по воскресеньям церковь каждое воскресенье и я узнала и знала очень много о Боге знала много библейских историй но знаете, я никогда не знала Бога лично а это очень большая разница это сильно отличается люди могут даже всю свою жизнь ходить в церковь и так и не знать Иисуса и в итоге, в конце концов когда мой муж захотел на мне жениться то мой папа, когда давал мне наставление он сказал мне хорошо, вот самое важное чтобы он был лютеранином представляете, он не сказал ничего главное, чтобы он был христианином но нет, главное, чтобы он был лютеранином и поэтому вот появился мой будущий муж Гарольд и он был лютеранином его прошлая жена, она умерла и у него осталось двое маленьких детей им было 4 и 5 лет а мне на тот момент было всего лишь 19 а он был на 12 лет старше, чем я но он был лютеранином поэтому мы поженились и мы уже были женаты в течение 10 лет before we got saved ага, да, 10 лет мы были женаты и только потом мы по-настоящему спаслись я не буду вам рассказывать многое из того периода потому что пока у тебя нет Иисуса то ничего такого не происходит о чем стоило бы рассказывать но тем не менее мы все время по воскресеньям ходили в церковь и знаете и знаете, когда мы ходили по воскресеньям в церковь то будучи в церкви мы как будто одевали на себя маску такое благопристойное чинное лицо и поэтому если бы люди посмотрели на мне со стороны то они бы могли подумать что все хорошо все нормально все обычно но потом когда мы возвращались домой мы, знаете, как будто доставали то, что мы спрятали перед уходом в церковь доставали какие-то свои споры разногласия конечно, я уверена никто из вас так никогда не делал это только мы так делали и однажды мой друг пригласил меня в небольшую пятидесятническую церковь и я попросила можешь ли, пожалуйста приехать прямо ко мне домой забрать меня в таком случае Гарольд точно меня отпустит и вот что еще важно я помню, что за день до этого когда мы ехали домой в машине мы забрали своих детей из кино и ехали домой и когда мы вот ехали домой на пути домой я помню, что дети они ссорились там о чем-то своем сзади, на заднем сидении а мы с мужем ехали и ссорились на переднем сидении и я плакала я помню, что я смотрела из окна машины я смотрела в небо на звезды и я мысленно обращалась к Богу я спрашивала Бог где же ты? все не должно быть так и потом на следующий день этот друг она позвонила и пригласила меня в ту церковь и когда мы зашли в церковь на служение там уже шло прославление и люди пели танцевали прям как и сегодня и я увидела улыбки на их лицах и я подумала у них точно есть что-то, чего нет у меня и в конце служения они пели песню слова, которые звучали никто не заботится о тебе так как это делает Иисус никто не заботится о тебе настолько насколько Иисус и не имеет значения что ты сделал что ты делаешь или что ты будешь делать Его забота и любовь так велики и знаете ты никогда не остаешься прежним после того как приглашаешь Иисуса в свое сердце я поднялась на своем месте в тот вечер и я отдала свое сердце Иисусу в свою жизнь Иисусу и какая разница сразу какая перемена ты чувствуешь себя намного счастливее легче лучше и через три месяца после этого мой муж Гарольд тоже получил спасение и как он мне потом рассказал первый раз он пошел в церковь в ту пятидесятническую церковь со мной для того чтобы убедиться что я правда именно в церковь уходила из дому и знаете чем больше он приходил посещал те служения в какой-то период тем хуже все становилось дома знаете я ожидала что когда я спаслась все должно измениться дома должны настать перемены все должно быть хорошо но знаете весь тот период до его настоящего спасения все на самом деле дома становилось только хуже потому что тот дух который был в нем он не мог мириться с тем новым духом который был во мне но в тот вечер когда это произошло когда он получил спасение в церкви снова пели эту песню что никто не заботится о тебе так как Иисус и он повернулся ко мне и спросил выйду ли я вместе с ним на покаяние и он плакал он сокрушался перед Богом около 45 минут и со мной тоже что-то интересное произошло в тот вечер я начала говорить на иных языках о чем до этого я не знала вообще и Бог наполнил меня Святым Духом в тот вечер и мы организовали небольшое такое лютеранское свое сообщество общину то есть мои там родственники друзья они думали что мы присоединились к какому-то культу но знаете когда Иисус изменяет твою жизнь тебе все равно и тебе не важно что другие о тебе говорят и через 6 месяцев после того как мы получили настоящее спасение мы отправились на наше первомиссионерское путешествие первомиссионерскую поездку на Гаити и после того как мы это сделали мы уже никогда не были прежними то есть мы вот в тот момент четко осознали что Бог призывает нас к миссионерской работе и потом в течение 30 лет мы занимались миссионерской работой на Карибских островах затем мы были в Гвинеи в Венесуэле и мы были в таких глубинах в таких джунглях в Гвинеи в Венесуэле где никогда вообще не ступала нога белого человека одна интересная милая история случилась когда однажды мы с Гарольдом шли в одно небольшое поселение и рядом с нами шли двое маленьких детей и один из них быстро побежал к своему дому и позвал свою маму мама, мама иди сюда здесь идут двое людей и они очень чистые иди посмотри на них потому что они никогда не видели людей с белым цветом кожи Бог так благ у меня есть очень много историй с миссионерством которые я могла бы рассказать но сегодня я не буду этого делать после того как мы возвратились из Венесуэлы и когда мы были за обедом то напротив нас за столом сидел один пастор и он начал озвучивать нам говорить слово от Господа и я записывала когда переводчик переводил я записывала это слово и что было сказано так это то что сейчас начинается ваше служение это начало вашего служения и я тогда сидела и думала о чем вообще идет речь о чем это говорится как это может быть какое начало когда мы уже 30 лет занимаемся миссионерством но когда мы возвратились домой Бог сказал нам что мы должны организовать свое собственное служение и дать ему имя дать ему название и быть в этом служении вводимыми его духом и отправляться ездить туда куда будет направлять нас его дух нам нужно было подумать над именем над названием и Бог дал нам тогда мысль как назвать это служение он сказал что мы должны назвать это служение именем мы заботимся о вас или нам есть до вас дело и просто не могло быть лучшего названия для этого служения потому что я и мы мы любили людей я люблю новых людей я люблю новые знакомства и теперь у меня есть новая большая семья по всему миру и потом что еще Господь сказал не вздумайте подумать что вы возвратитесь домой и будете сидеть ничего не делать потому что вы начнете путешествовать больше чем когда-либо в своей жизни и я подумала Господь так но в этом они явно ошибаются потому что у нас нет возможности как бы наши возможности истощены у нас нет денег чтобы путешествовать но знаете когда Бог говорит что вы что-то сделаете что что-то произойдет то вы сделаете это и может быть вы не можете понять как Бог собирается это совершить но Он проложит свой путь даже через невозможное да давайте поаплодируем Ему и через 3-4 месяца после того как мы получили то Слово от Господа наша младшая дочь получила новую работу и она была связана с международными авиалиниями и на тот момент это означало что ее родители могут путешествовать по Южной Северной Америке всего лишь за 20 долларов за перелет а путешествовать за море в другие страны мы могли всего лишь за 80 долларов подождите еще это еще не самое интересное и что самое интересное то это когда мы путешествовали за море за пределы моря на другие континенты то она давала нам специальный пропуск и по этому пропуску мы всегда получали бесплатно билеты бизнес-класса первого класса представляете первый бизнес-класс для Бога нет ничего невозможного нет ничего слишком сложного знаете когда я первый раз вообще попала в первый класс для меня это было что-то из ряда вон выходящее тебя шесть раз кормят люкс-условие это просто невероятно потому что Бог так благ и мы могли путешествовать таким образом в течение десяти лет пока она работала на той работе потом просто она вышла замуж у нее появилась семья поэтому после этого мы возвратились к тому чтобы верить Богу насчет каждого нашего перелета и путешествия но я вам скажу одно что Бог восполняет каждую нужду просто чудесным образом и нет и нет ничего что было бы слишком сложным для него и поэтому когда мой муж ушел к Господу то есть я поняла что у меня нет выбора я не могу просто отступить я не могу сдаться что мой выбор один мой путь один только вперед когда вы получаете слово от Господа что вы сделаете что-то до того момента пока это свершится есть вот это вот время между началом и между временем когда это состоится иногда это время непростое потому что дьявол будет пытаться сделать все для того чтобы ты забыл о том что Бог сказал тебе чтобы ты сдался будут происходить будут происходить разные вещи которые будут говорить тебе что ты никогда не сделаешь то что Бог сказал ты сделаешь мы были в одной поездке ездили в одну поездку и произошло кое-что что то есть все выглядело так как будто после этого мы уже не сможем поехать ни в одну поездку у моего мужа произошло два инсульта первый произошел неожиданно мы даже не знали что это был инсульт что произошло мой муж просто обессилел он как утратил все свои силы и через неделю после этого произошел второй инсульт и после этого была парализована полностью вся его правая сторона тела и у него даже отказала речь он больше не мог говорить и мы доставили его в больницу они взяли все нужные анализы сделали все нужные тесты и после исследования они сказали что если бы инсульт то есть взял свой очаг начался из макушки его головы тогда были бы шансы на восстановление но блокада произошла возле шеи в нижней части затылка и они сказали что это означает что он уже никогда не восстановится согласитесь да это очень в кавычках ободряюще когда доктора тебе такое говорят но знаете что я помнила слово Господа он сказал что мы поедем во многие страны и я хотела поехать и когда мы были в больнице у нас было хорошее время мы веселились мы провозглашали что он исцелен во имя Иисуса и когда люди спрашивали у меня как у него дела я отвечала да все хорошо он в полном порядке скоро вообще будет еще в больше полном порядке знаете вам нужно вы должны провозглашать то что Бог говорит нельзя просто говорить что-то неправильное негативное потому что нет ничего слишком сложного для Бога и в один день мои четыре дочери приехали туда в больницу и еще один человек приехал навестить нас и он начал разговаривать с моим мужем и Гарольд он пытался ему отвечать но он не мог говорить поэтому он он плакал он расплакался я помню что в тот момент мои дочери они тоже выбежали из комнаты потому что они тоже расплакались из-за того что их отец плакал но я помню я помню что я говорила ему перестань плакать все перестаньте плакать потому что все будет хорошо и после того как мы возвратились домой спустя одну неделю мы возили его на разные виды восстановительной терапии мы съездили на очередную терапию и когда мы вышли оттуда сели снова в машину я посмотрела на него по пути домой и я сказала ему наш Бог он больше этого и я не проведу остаток своей жизни возя тебя на восстановительную терапию знаете я не пыталась дело было не в том что я там старалась выглядеть какой-то высокомерной нет но я действительно верила что Бог совершит это потому что Он дал нам слово что мы собираемся что мы будем путешествовать по многим странам а я бы не смогла путешествовать с моим мужем если бы он был калекой и после того как мы приехали из больницы однажды в один день он был очень расстроен в таком подавленном настроении он сидел на краю своей кровати и он говорил Бог я трудился на миссионерском поле и я видел так много исцелений и он сказал если ты не можешь меня исцелить то просто забери меня потому что ну я не могу чтобы было вот так и и и лёг и уснул и среди ночи он проснулся и он почувствовал как что-то очень тяжелое было на его лбу и он как бы протянул руку ко мне потому что хотел подергать меня разобраться что я тяжелое положила ему на лоб но как только он убрал руку от меня Бог проговорил к нему слышимым голосом вот так как я сейчас говорю с вами он сказал я Господь который есть твой Целитель и внезапно в тот момент он был полностью восстановлен когда я утром проснулась я посмотрела на него а он так хорошо выглядел и я сказала ему ты так хорошо выглядишь и он начал разговаривать со мной а когда он ночью лег спать он не мог говорить и он встал и он мог ходить аллилуйя аллилуйя наши две дочери они были в Калифорнии и мне нужно было ехать за ними в аэропорт чтобы встречать и я думала вот я их встречу мы приедем домой и удивим отца приездом дочерей но когда мы приехали домой я обнаружила записку он написал я уехал с Джорджа мы поехали купить кое-какие детали для лодки представляете вот-вот буквально он не мог ходить он не мог говорить а тут он был совершенно здоров мы служим чудесному Богу Богу чудес аллилуйя аллилуйя и в тот момент когда я сейчас говорю если вам нужно исцеление просто принимайте его принимайте его на своих местах Бог может исцелить вас прямо там где вы находитесь сейчас потому что нет ничего слишком сложного для Бога ничего нет невозможного для Него там не написано знаете что нет ничего невозможного кроме исцеления от инсульта не написано что нет ничего для Бога невозможного кроме рака написано что все возможно аллилуйя аллилуйя И у меня есть сын, который живет вместе со мной, и он болен болезнью Паркинсона. И во время моей первой поездки, путешествия в Дубае, кто-то подвез его в церковь, пока меня не было. И он просто чудесным, славным образом получил спасение и свободу от выпивания. Ему становится лучше и лучше с каждым днем. И он продолжает говорить докторам, что болезнь Паркинсона оставляет меня. Она отходит от меня. И я верю, что он будет совершенно восстановлено и исцелен. И то, что он мне говорит, мам, я буду путешествовать вместе с тобой. Ничего нет невозможного. Бог может сделать это. Там не сказано в Библии, что он может исцелить все, кроме болезни Паркинсона. Написано, что ничего нет невозможного. Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовек. Кто из вас когда-либо верил или вообще может поверить в то, что Бог может послать вам манну? Знаете, у нас раньше никогда и мыслей не было, что Бог вообще может послать нам манну. Но он тот же вчера, сегодня и вовек. И если он тот же вчера, сегодня и вовек, почему он не может сделать этого? На тот момент мы были спасены буквально вот только как один год. Это был 1967 год, когда мы спаслись. Мы жили в тот момент в таком месте, где было холодно, жили на севере. А мой муж тогда занимался вождением, то есть он молоковоз. Он ездил к фермерам, забирал у них молоко. И он отвозил это молоко в бидонах на фабрику, где из него производили сыр. И обычно он проводил по 8-10 часов работая, занимаясь этим. И то есть пока он ехал в пути, он всегда был один. И это было как бы то место, в котором он научился слышать голос Божий. И у него вот в той машине происходило так много чудес. Я бы могла рассказывать десятки историй о тех чудесах, которые происходили в том грузовике. И вот однажды, когда он приехал к очередному фермеру за молоком, он увидел, как у него в кабине появилось что-то белое. Он не знал, что это было такое, но он почувствовал присутствие Божье. И когда он вышел, чтобы встретиться с фермером, это все исчезло бесследно. После того, как он поместил бидоны с молоком туда, он снова возродил свою машину. И он ехал по шоссе. И это нечто снова появилось. И то есть покрыло, буквально усыпало всю кабину, весь пол кабины. И присутствие Божье было таким сильным, что он просто начал плакать, начал рыдать. И он спросил, Господь, что это такое? И Господь сказал ему, это манна с небес. Служи мне, и ты увидишь еще так много чудес и знамений, которых другие люди никогда не видели. И он сказал, Господь, это, конечно, все очень хорошо, но кто мне поверит, если я кому-то об этом расскажу? Потому что, знаете, совсем немногие имеют такие чудеса. И он начал пытаться вот собрать все это с кабины в одно место. Он пытался сложить все это, собрать в коробочку, чтобы показать мне, принести домой. Но в тот момент, когда он пытался вот только положить это в емкость, в ту коробочку, в чашечку, все это исчезало, бесследно. И он сказал, хорошо, Господь, пусть это останется между нами. Я никому не буду об этом рассказывать, потому что я не смогу доказать. И он даже не хотел этого рассказывать мне, когда приедет домой. Но когда он приехал домой, я тогда была на кухне, стояла у плиты, и когда он вошел в дверь, когда я посмотрела на него, то есть я могла видеть, что слава Божья все еще сопровождала его. Знаете, это заметно, вы можете заметить, когда на комнате присутствует слава Божья. То есть слава Божья буквально сияла над ним. И я посмотрела на него, и я спросила, что сегодня произошло. И он рассказал мне, что произошло. И я помню свои ощущения, я думала, о, Боже, я бы так хотела тоже это увидеть, посмотреть на это. И, знаете, мы, ну, и подумать не могли, что это еще произойдет. Но откуда мы знали? Мы думали, возможно, это что-то одноразовое. И он сказал мне, что не стоит об этом никому рассказывать, и я не могла с ним не согласиться. Как бы был в этом смысл. А потом я подумала, ну, в принципе, с другой стороны, если рассказывать людям об этом, то как бы, ну, это точно не что-то придуманное. Как вообще можно было самому до такого додуматься? Сам бы никогда не придумал такое. И мы хранили это какое-то время в секрете. И потом, примерно через шесть месяцев, он молился однажды ночью. И мана снова появилась сверху его Библии, покрыла его Библию. И он разбудил меня, чтобы я тоже могла посмотреть. И мы вот просто стояли, смотрели на это. А слава Божья так сильно наполнила то место. И мы не знали вообще, как себя с этим вести. Помню, что мы попросили у Бога, Господь, пожалуйста, пусть это не исчезает, пусть это останется хотя бы до утра. Чтобы мы могли показать хотя бы одной семейной паре, которые наши хорошие друзья. Конечно, мы уже не ложились больше спать в ту ночь. И в семь часов утра мы позвонили этой семейной паре, пригласили их. И теперь нас было четверо, мы просто стояли и смотрели на это. И мы не знали, что с этим вообще нужно делать. И нам потом нужно было всем уходить на работу. И мы пошли все на работу и просто вот оставили это вот так вот лежать. И примерно спустя один день все это начало постепенно как растворяться, исчезать. До того момента, пока совершенно исчезла. И знаете, это теперь уже, спустя какое-то время, когда мана появляется, она может оставаться на какое-то время. И вот после того случая и дальше, в течение всех 30 лет, что очень интересно, часто мана появлялась именно в те моменты, когда мы меньше всего этого ждали. Мы никогда не знали, когда она появится. И я думаю, что один раз был даже промежуток времени в один год, когда мана появилась один раз и потом следующий. И я помню, что одной, одним зимним, холодным вечером мы посетили одних своих друзей. И потом, когда уже нужно было ехать домой, мой муж Гарольд хотел завести машину, а на переднем сиденье машины лежала его Библия. И он обнаружил манну, которая покрыла его Библию. И потом, естественно, мы внесли ее в дом, и у нас было причастие с этой манной. И мы использовали ее как хлеб для причастия. Это просто потрясающе. То есть я могу рассказывать много-много случаев, как она появлялась вот так неожиданно в течение тех 30 лет. И один раз, когда мы были в церкви, это была Пятидесятническая церковь, около 15 минут перед началом служения, мы молились все вместе на коленях. И когда мы открыли свои глаза, мы увидели, что манна появилась на обеих наших Библиях, и то есть вокруг, даже на полу. Знаете, к тому времени многие люди уже слышали об этой манне, но не видели ее, потому что мы никогда не знали, когда ее ожидать. Но в тот момент, то есть это было видимым для всех, мы никак не могли этого спрятать, все увидели это. И все были в таком восторге. Это была небольшая церковь, я даже, вот не знаю, возможно, людей даже было меньше, чем вот в этой части зала. И после этого, кое-что происходило. Вот нам казалось на тот момент, что все этим восхищаются. Но что мы обнаружили несколько недель спустя, что действительно, вот в тот момент, в том случае, все этим были восхищены, кроме одного человека, кроме пастора. И знаете, это очень нехорошо. Вот я могу сказать, вот лучше, чтобы было наоборот, чтобы пастор был восхищен, а все остальные нет. Вот тогда намного лучше. Итак, через несколько недель после того случая мы снова были на собрании. Мы сидели на втором ряду. И они славили Господа, танцевали. И тут появляется пастор. И он хватает моего мужа Гарольда вот за плечо, за футболку и ставит его к стене. И он говорит, все, что ты говоришь, что ты получаешь от Бога, это не от Бога, но от дьявола. Знаете, это не совсем весело, когда твой пастор тебе такое говорит. И знаете, в чем дело, что мы даже никогда не просили об этом даре, манне. Бог просто сам нам его дал. А нашей ответственностью просто было хранить это, заботиться об этом. И убедиться в том, что только Богу воздается за все это слава. Потому что это вообще никакой связи с нами не имело. Вся слава Ему. И после того случая, в течение трех лет, мы проходили очень сложное время до того, как мы переехали во Флориду. Трудности вот начались с того, что в церкви запретили людям иметь с нами какой-либо контакт, общаться с нами. Вот что мы обнаружили, что если ты желаешь иметь какие-то необыкновенные чудеса и знамения, то ты должен ожидать, что в комплекте с этим ты будешь иметь и гонения. Это было сложное время. Я помню, как один раз я утром перед походом на работу молилась, плакала, взывала к Богу. Люди не хотели иметь с нами ничего общего. Люди из церкви. Даже женщина, которая присматривала за ребенка моей дочери, она отказалась помогать и больше не присматривала за ребенком. Тот город, в котором мы жили, был очень маленький. И даже когда мы, бывало, шли по одной стороне улицы и навстречу появлялись люди из церкви, то эти люди, они переходили на другую сторону улицы, чтобы не встречаться с нами. И на тот момент получилось так, что у нас не было никого, у нас не было ни друзей в мире, ни в церкви, нигде. У нас не было никого, но у нас был Иисус. А если у вас нет никого, но есть Иисус, этого достаточно. У нас был Иисус. У нас не было тогда друзей, но теперь Бог дал мне друзей по всему миру. Настоящих друзей. Он очень настоящих, прекрасных, искренних друзей. И я так люблю своих друзей. И однажды, когда я молилась и взывала Господу перед тем, как пойти на работу, я открыла Библию на восьмой главе Луки. И я прочитала местописание, в котором было сказано, дочь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. И мы поняли, что нам просто в тот период нужно было научиться прощать и отпускать. И дальше в той же главе рассказывается о дочери Иаира, которая умерла. И пришел Иисус, и Он сказал, что она просто спит. И было написано, что они смеялись с Иисуса. Поэтому, знаете, если смеялись с Иисуса, то кто мы такие, чтобы с нас не смеялись? Но написано, что Иисус оставил несколько учеников и родителей. И написано, что ее дух, дух жизни, снова возвратился к ней. И я подумала, какое хорошее место Писания. Нужно будет его еще раз перечитать, когда я возвращусь домой. И когда я возвратилась домой с работы в тот день, я обнаружила, что на том месте Писания появилась манна. И также манна появилась на Библии моего мужа Гаррольда. И вот тот момент мы почувствовали, как в нас снова возвратился наш дух, как в истории с той девочкой. И потому с того дня и по сей день мне не важно, кто что говорит. Я знаю, что я знаю, что я знаю, что все это реальность, что это мой Иисус. Аллилуйя! И потом какое-то время назад мы снова возвратились в Венесуэлу. И он попросил, чтобы мы послужили, поделились тем, что совершает Господь. И я показывала фотографии манны. И мы, ну, не знали, появится ли манна на том служении, ожидать ли нам ее или нет. Но тот пастор, он настолько всем этим восхитился. И он сказал, я собираюсь верить Богу, что завтра у нас появится манна на служении, и что мы будем использовать ее как хлеб для причастия. И я подумала, вот это да, мы никогда таким не занимались, то есть не верили в появление манны в какой-то определенный период времени. И мы пошли спать той ночью, и мы помолились перед сном. Господь, ну, ты видишь, они верят в это больше, чем мы, поэтому сделай что-то. И мы оставили на шкафчике наши Библии открытыми. Ну, знаете, вообще-то Богу не нужно помогать, ну, мы помогли немножко. И мы проснулись следующим утром, а манны не было. У нас была еще встреча с несколькими миссионерами, мы встретились с ними за завтраком. Она помолилась за нас быстро, и потом ей нужно было уезжать в аэропорт. Поэтому остались в доме только я, мой муж Гарольд и пастор. Мы возвратились в наши комнаты, и когда за нас еще внизу там молились, то Гарольд услышал от Бога Слово, что нам нужно подняться и открыть свои Библии на месте Писания Откровения 2.17. И в этом местописании говорится, что побеждающего я угощу сокровенной манной. И внутри закрытых Библии, на тот момент уже закрытых Библий, там появилась манна. На том месте Писания Библия была полна манны. Мы закричали, и пастор быстро прибежал. И когда он увидел это, он начал плакать, рыдать, он начал славить Бога. И мы взяли свои Библии, мы закрыли эту манну в Библии, и мы отправились на служение в один поселок. Когда мы подъезжали, там было несколько домов, и там, где жили люди из церкви, они пели песню «Бог так благ», «Бог так благ». Вот вы знаете эту песню? Вот так примерно эта песня. Такой мотив. Я бы спела, если бы могла, просто я не умею петь. Когда они перестали петь, пастор сказал «Бог ответил на наши молитвы». И у них был сок для причастия, но не было хлеба. И поэтому мы разделили эту манну. До этого мы еще раньше такого не делали. Это была как наша первая такая школа чего-то подобного. Мы попросили, чтобы все встали. И я раздавала каждому по кусочку манны, а Гарольд возлагал на них руки, чтобы у них возросла вера в чудеса. И когда мы возвратились на свои места, вдруг внезапно одна женщина, которая была слепой, она начала кричать «Я вижу, я вижу, я вижу зеленый, красный цвет». И другие люди начали исцеляться. Это удивительно. Вы можете исцелиться, когда вы едите манну. И знаете, это неудивительно, ведь Бог кормил израильский народ манной, и они были живыми, здоровыми в течение сорока лет. Это вот почему я такая здоровая. Бог так благ. Мы знаем, что мы знаем, что манна может приносить исцеление. Потому что лично нас самих Бог так много исцелял через манну. Моей правнучке было пять лет, когда умер мой муж. и сверхъестественное было для нее настолько естественным. Она так много раз получала исцеление через манну. Когда у нее заболело горло когда-то один раз, она мне позвонила и сказала, «Бабушка, мне нужна манна, у меня горло болит». Один раз, когда у нее на руке появился ожог, то есть начало заражение происходить, пошла инфекция, покраснение. и я попросила Господь, мог бы ты послать манну прямо сейчас? И когда я вышла из душа, пошла в свою кровать, Гарольд сказал, «Ты видел, что Бог послал манну для правнучки». И там было десять кусочков манны на Библии. Было десять тридцать вечера, но мы позвали их всех. То есть у меня здесь вот есть эта фотография. не знаю, получится ли у нас передать. И она так быстро поедала эту манну. И я им сказала, что через пару дней даже если да не останется, никакого воспоминания о том, что у нее был ожог. Аллилуйя! И так оно и произошло. Расскажу вам еще одну историю. Бог сказал нам, что однажды мы отправимся в Канадскую Арктику для того, чтобы служить там. И мы были так восхищены, восторжены тем, что нам предстоит туда поехать. И вот наконец наступил тот долгожданный день и нам нужно было вначале отправиться в Виннипег, а оттуда уже свое конечное место назначения. И когда мы были там, в Виннипеге, там была еще одна семейная пара, которая планировала поехать вместе с нами. И им нужно было поехать по своим делам, остались только мы. И потом произошло кое-что, что не было в нашем расписании. У моего мужа Гарольда произошел сердечный приступ. То есть мы позвонили и буквально за пять минут приехало несколько кабин скорой помощи. И его доставили в больницу. Я думала, что возможно он сейчас исцелится мгновенно. И мы как бы нормально по плану отправимся на миссию. Но не так все немного произошло. Я думала, ну надо же, ну почему это не могло произойти за день до того, как мы выехали из дома? И после того, как ему помогли стабилизироваться, он отдыхал в комнате. Я позвонила нашим детям для того, чтобы сообщить им о случившемся. И эти люди, они отправились по плану на миссию в Канадскую Арктику. А мы остались там. И вот мы находимся в Канаде. Никто не может к нам приехать, потому что мы в другой стране. И после того, как я позвонила нашим детям и возвратилась в комнату, мой муж Гарольд рассказывает мне следующую историю. Что за день до того, как мы выехали в эту поездку, он лежал, отдыхал, дремал на полу, где-то там на коврике дома. И в то время, когда он лежал, там Бог проговорил к нему. И Бог ему сказал, что у тебя есть некоторые пустые, баночки, бутылочки из-под лекарств. Я хочу, чтобы ты взял их с собой. Знаете, это звучит немножко глупо, но иногда Бог может использовать что-то глупое для чего-то мудрого, поэтому мой муж сделал это. И, как ему Бог сказал, он взял эти пустые баночки. И когда в тот момент я достала их из сумки, они все были до краев наполнены манной. и Бог сказал, что он должен есть эту ману для своего исцеления. И, знаете, было ощущение вот такого Божьего присутствия, как будто Иисус вошел в нашу комнату. И до того, как я сделала эту картинку, он уже успел съесть. Вот вы видите, что там пол баночки уже пустая, половина баночки. Через несколько дней приехали доктора, чтобы навестить его снова. И они сказали, хорошо выглядите, то есть вы очень быстро идете на поправку. И еще в один день приехала медсестра с таким большим перечнем вопросов, которые она задавала Гарольду. Она спрашивала, чувствуете ли вы себя подавленным? Он отвечал, нет. Вы чувствуете себя, что у вас нет будущего? Он говорит, нет. то есть подобного типа вопросов. Вы чувствуете надежду, хорошее будущее? Он говорит, да. мы не могли сказать, что мы едем манну, но они едем в другой больнице. Вы знаете, мы, конечно, не могли ей сказать, что мы едем манну, потому что тогда бы нас в другую больницу отправили. Итак, спустя одну неделю через неделю доктора сказали, полностью исцелен, вы можете отправляться домой. У него спросили, как вы себя чувствуете? Вы вообще думаете, вы сможете перенести перелет? Он сказал, конечно. И так, потом в итоге мы все-таки добрались туда, в Канадскую Арктику. И четыре церкви собрались вместе для того, чтобы провести совместное собрание. И по плану было причастие с манной. Было 1200 человек там. И на том служении манна, она появилась в Библии, на Библии, на руках Гарольда. И то есть мы собрали манну из всех этих мест, собрали в одно место из этих трех мест. И мы раздавали эту манну каждому человеку в том зале. Вот было 1200 человек, мы раздавали, и манна не заканчивалась до тех пор, пока вот последний человек не получил свой кусочек. И после этого мы сделали призыв к покаянию, и более 200 человек они приняли спасение. Потому что все чудеса, все знамения, они указывают и должны указывать и вести к Иисусу. Иисусуа Алина. So... just before we started going home, Harold started having И перед тем, как мы уже собрались выезжать домой, мой муж Гарольд, у него начались какие-то боли в грудной клетке, в области груди. Этого не должно было происходить. И как только мы добрались домой, наш доктор, это наш очень близкий друг, его положили в больницу, чтобы провести обследование и проверить его сердце. И когда они проверили его сердце, то обнаружили, что две его вены были заблокированы, одна на 60%, одна почти на 80%. И поэтому они приняли решение, что нужно провести срочную операцию. И они хотели извлечь, удалить одну вену, но они посмотрели, что из-за того, что у него был сердечный приступ и остались последствия, он, скорее всего, не сможет перенести операцию. Но спустя время, когда они снова обследовали его сердце, прошло некоторое время, они были удивлены тому, что на этот момент сердце было совершенно новым, как будто у него не было сердечного приступа. То есть, остались еще две вены, которые нуждались в восстановлении, в операции, но на сердце не было никаких последствий сердечного приступа. И он мог легко перенести любую операцию. И ему сделали операцию, и она прошла очень легко, он принес ее очень легко. И нам нужно было через какое-то время пройти плановый осмотр. И я завезла его на инвалидной коляске в офис доктора. И это был такой, ну, большой русский мужчина, доктор. Он сидел в своем кресле, а Гаральт напротив него, в инвалидном кресле. И он просматривал, то есть там все записи. И он спросил, а когда у вас, то есть по плану, было время вашего восстановления полного? И мы ему рассказали, и он обнаружил, что Гаральт восстановился намного быстрее, чем предполагалось. Мы ему сказали, это просто произошло чудом. Он говорит, ну ладно, давайте я как бы проверю шрамы, которые остались, я смотрю их. И он проверил шрамы, которые остались на ноге, потом говорит, дайте я посмотрю вашу грудную клетку, шрамы, которые остались там. И когда Гаральт поднял свою футболку, то мы не могли поверить. Потому что от начала до конца этого шрама, шрам был очень глубоко, плотно покрыт золотой пылью. То есть у доктора появилось примерно такое выражение лица. Он спросил, вы что, были на какой-то вечеринке? Я пыталась ему объяснить, что это была слава Божия, но он ничего не понял. Поэтому мы просто вышли из кабинета доктора и смеялись. Бог так благ. И после того, как мой муж умер, у нас было очень много гонений из-за манны. И после того, как мой муж умер, знаете, некоторые люди, достаточно много людей, они вот вели себя примерно так, они спрашивали, а что там у вас манна? Еще появляется? Осталось еще манна? И один пастор, то есть он спросил, ну, с такой, даже с издевкой, почему это у вас манна так часто не появляется? Знаете, как бы, неважно, это не имеет значения. Всегда будет кто-то, кто будет говорить что-то против вас, но нужно фиксировать свои глаза на Иисусе. И так, однажды я была на Гавайях, и у нас там планировалась встреча. И пастор, который был там, он говорил, манна появится, манна точно появится. А я думала, ну, не знаю. И за вечер до этого проповедовала моя подруга, теперь была моя очередь проповедовать в этот вечер. И я пошла, чтобы взять свою Библию для того, чтобы проповедовать с нее. И внезапно манна начала буквально сыпаться из моей Библии. А в тот вечер там было около 300 человек. И когда я закончила когда я закончила говорить, проповедовать, я сказала им, что с тех пор, как мой муж Гарольд умер, еще ни разу манна не появлялась. Но это был тот случай, когда манна появилась впервые после его смерти. И все эти 300 человек, которые были в церкви, я проходила и раздавала каждому по кусочку, молилась за них. И так мы провели потрясающий вечер вместе. И затем, однажды я еще была в Польше. Я была там в 2013 году, в 2013 году. Мы были в Варшаве. Там была конференция, там было около 200 человек. И они верили Богу, они пришли с верой о манне. И манна не появилась. И, наконец, в самый последний вечер, когда мы там были, мы вот только-только закончили последнее служение, возвращались в свои комнаты еще с одним моим другом, с которым мы служили. Вы слышали о Джошуа Милсе? Знаете, кто это? Обычно мы говорим, общаемся с людьми еще после служения, но в тот момент мы возвратились в свои комнаты. Он был в своей комнате, я была в своей. И вдруг внезапно он начинает звать меня. Кей, Кей, быстрее, сюда. Я открыла свою дверь, я побежала туда. И в его Библии была такая, ну, очень твердая, плотная, золотая пыль. Я начала у него спрашивать, на каком месте Писания эта золотая пыль, на какой странице, потому что до этого был случай, когда у нас одновременно, в одно время в моей Библии появилась манна, в его Библии появилась золотая пыль. И тогда это было Исаии 60-я глава, там, где говорится, «Восстань и сияй». Поэтому я спрашивала, что же было в этот раз. То есть, это вот был такой тогда интересный случай, когда одновременно сошла и манна, и золотая пыль. Поэтому я спрашивала, на каких страницах в этот раз золотая пыль? И мы посмотрели еще в одной Библии, там ничего не было, но мы ожидали, что там что-то будет. И я сказала, «Давай посмотрим на Исаию 60-ю главу». Там, где говорится, «Восстань и сияй». И мы открыли, и там была золотая пыль. И после этого, как мы увидели золотую пыль там в Библии, на той странице, золотая пыль начала появляться по всей комнате, на полу, на мебели, везде. И я, ну, по предыдущему опыту думала, «Так, если появляется золотая пыль, то, значит, в этот же момент может и должна появиться и манна где-то». Но я открыла свою Библию, и там не было манны. Но у меня была привезенная с собой еще одна маленькая Библия, которая лежала на полочке. И Джошуа сказал, «Посмотри в ту Библию, и я открыла ту маленькую Библию, и она была полна манны». И Библия была закрыта, и манна, получается, оставила в Библии от себя след, потому что манна была масляная, и страницы промаслились от этой манны. Слава Господу за это. И на следующее утро мы также переживали появление золотой пыли и манны, и это было прекрасно. И это было 19 августа 2013 года, когда это произошло. И что я должна вам рассказать, это то, что 28 октября 2008 года, то есть 5 лет назад, от той даты, у меня был сон. И вот что было в том сне. В том сне я держала Библию в своих руках. И я открыла ее. И я видела, что еще до того, как я открыла Библию, золотая пыль была повсюду. И я открыла свою Библию, и там была манна. И я видела во сне, что вокруг меня было много людей. И я спросила у людей, что сегодня за дата, чтобы я запомнила, когда это произошло. И все они ответили, что сегодня 19 число. И в тот момент Бог напомнил мне о том сне 5 лет назад. Там не говорилось во сне год или месяц. Но была дата. Была дата 19 число. И спустя 5 лет, 19 августа, произошло это чудо. Записывайте ваши сны. Записывайте, чтобы не забыть. И было пророчество для моего зятя. Это было пророческое слово от Господа через моего зятя для меня. И пророческое слово звучало так, что скоро манна появится снова. И это будет в наименее ожидаемое время. И поэтому я в ожидании этого. Мы служим великому и могущественному Богу. слава Господу. Аллилуйя.